С точки зрения экономики и закона, безработный это человек, который имеет возможность работать. Второй критерий – человек находится в стадии поиска работы. И третий – он должен быть готов приступить к работе. Особие безработицы получают только официальные безработные, которые должны зарегистрироваться. Это говорит о том, что они ищут работу, готовы приступить к работе. В службах занятости, как правило, предлагаю, если человек отказывается несколько раз, то его способны безработицы не считать. Нашим населением делятся на три категории. Население в трудоспособном возрасте, то есть потенциально наша вся рабочая сила. Всех остальных, то есть пенсионеры и дети, мы их не считаем. Далее из этого населения в трудоспособном возрасте мы должны убрать ту часть населения, которая не хочет или не может работать. Экономически неактивное население, так называемое. То есть сюда относятся именно то, что инвалиды в трудоспособном возрасте. Сюда относятся те люди, которые вполне готовы и могут работать, но они не хотят работать, потому что, например, они получили огромное наследство и им не нужно работать. Отсюда мы тоже этих людей экономически неактивное население выбираем. У нас остается экономически активное население. Экономическое активное население как раз у нас делится на занятых, то есть те люди, которые имеют оплачиваемую работу на сегодня и безработных.